Жириновский живет под другими фамилиями. В минувший вторник исполнилось 77 лет известному российскому политику Владимиру Жириновскому. Хотя физически этот заслуженный враг Украины уже год как отправился на концерт не менее мерзкого Кобзона, его голос до сих пор звучит из уст самых разнообразных деятелей страны-агрессора. Звучит и умолкать не собирается, криком кричит, призывая последовательность за ним все живое. Так, например, в тот же день бывший президент, премьер, а нынешний заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз угрожал миру применением ядерного оружия. Понимаете, это все так близко к сердцу и абсолютно серьезно. Но тем не менее, тренды очевидны. Что мы можем сделать? Мы уже делаем специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Это наш ответ. Наши противники понимают только язык силы. Ничего кроме языка силы они не хотят слышать, не хотят понимать. Можно, конечно, в сто пятисотый раз пошутить о пристрастиях этого организма, его измененном состоянии и о том, что если бы все зависело от твердости рук этого чиновника, то миру ничего бы не угрожало. Однако к печали человеческой есть большая вероятность того, что именно подобная дичь живет в головах как минимум руководства соседнего нам рейха. Не забыли еще, как Жириновский грозил о мыс сапоги русского солдата в Индийском океане. В момент, когда в стране месяцами не выплачивали зарплаты, офицеры ютились в лучшем случае в хрущевках, а население РФ вымирало по миллиону в год, это заявление воспринималось как черный юмор, хотя, безусловно, подливало елей на истрадавшиеся российские души. Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. 250 тысяч отборных солдат Ирака. Они все разнесут. Они всю пустыню пройдут за один час. Они взорвут все твои эсминцы, всех твоих журналистов, дипломатов. Джордж, ты ковбой. Ты остановись, блядь, и кончай. Ты патроны спрячь подальше до склада и забудь про своего папу. У нас был один мудак, отомстил за брата, блядь. И рухнула великая Российская империя. И другой чудак, блядь, за своего дедушку отомстил и рухнул Советский Союз. И ты повторишь ту же ошибку. Ты папу забудь. Папа твой отработал свое. Ты подумай о будущем Америки. Она гибнет. Твоя молодежь бежит из твоей страны. Там никто не хочет жить в Америке. Никто. У тебя барахолка, блядь. Доллар, доллар, доллар. Это грязная зеленая бумажка, блядь. Не души, блядь. Музыки нет у тебя. Нет писателя у тебя. Весь мир слушает Чайковского, Достоевского, блядь. Фестивали, спорт. Только Россия, блядь. Россия здесь и рад. Говорить подобное до недавнего времени мог кто-то на первый взгляд безбашенный, но одновременно и наделенный некоторой властью. Кто-то, кому есть внимание мировой прессы, на чьими устами якобы не глаголит государство, на чью экзальтированность, в случае чего можно сослаться в вполне официальных комментариях, мол, ну, погорячился человек, с кем не бывает. При этом внимание к подобной горячке в собственном государстве. Реакция на личное мнение населения, можете не сомневаться, тщательно отслеживалась и анализировалась весьма компетентными органами. Вот роль такого приколиста в новейшей истории России всегда идеально выполнял непотопляемый, несмотря местами и откровенный криминал, Жириновский. Депутат Вычерпо, депутат Чуркин, депутат Литвов, все заодно и уйдет. Идет голосование. Вы лучше бы кнопками оперировали даже, лихие не молились. Отметим, что для журналистов, так или иначе находящихся во взаимной зависимости от потребителей информации, Владимир Вольфович был интересен и удобен. Помню, как находясь в начале 2000-х по делам в Москве, позвонил в приемную Жириновского в надежде на авось. И уже через несколько часов сидел в его кабинете в Госдуме и брал интервью, которому едва в суматохе успел накидать вопросы. Политик тогда еще много курил крепких цигарок, часто кашлял, но это не мешало ему орать благим матом на обслуживающий его персонал. Нашу беседу одновременно снимали на две камеры. Записывали на диктофон, а напоследок вручили пакет с книгами и кассетами лидера ЛДПР. Последние где-то до сих пор, наверное, валяются у меня в Минской квартире. Как возможно и у кого-то из тех многочисленных журналистов, которые ожидали тогда его своей приемной. Так расползалась раковая опухоль. В 2014 году, после оккупации Крыма, я уже писал заметку о том, что большая российско-украинская война неизбежна. Сейчас, естественно, большие чины в России говорят о вынужденности проведения так называемой спецоперации. О том, что их вынудили Запад и Украина. Однако, чтобы понять все правильно, тогда уже не обязательно было владеть секретной информацией. Достаточным обстоятельством было знание новейшей истории, текущие новости, посещать политические форумы наших соседей. Ну и возможно еще и иметь некоторый нюх на крупные неприятности. Так вот, если еще за полгода до вторжения россиян над украинцами просто посмеливались, то к концу весны 2014 года уже стали ненавидеть. Более того, изнемогать от нетерпения и предвкушения, когда внутренности иных будут намотаны на гусеницы танков. Для многих рядовых россиян украинцы перестали быть радушными братьями и мифологическими хохлами с галушками, салом и горилкой. Перестали все, кто хотя бы сомневался в том, что в феврале произошел фашистский мятеж, а у руля государства якобы стали нацисты. Превратились в предатели Святой Руси и отбросы рода человеческого. А значит, в их системе представления о себе и мире подлежим скорейшему уничтожению. После этого акта возмездия представления россиян должны быть освобождены из-под нашего иго те, кого они знали тут, скажем, десятилетия назад. То есть приветливые мирные люди, которые в воображении россиян просто вынуждены прятаться от зловещих бандеров. Вот тогда-то писали все эти годы наши недоброжелатели. Все мигом и станет хорошо у тех, повторимся, кто этого заслуживает. С самого начала отторжения России и Крыма от Украины многие бросились искать аналогии происходящего. Пожалуй, для массового потребителя информации об Украине зеркальность произошедшего в нацистской Германии с происходящим в современной России стала впервые совершенно очевидной во время нескольких эфиров Савика Шустера. Помните, где он сначала назвал Путина новым Гитлером, а впоследствии провел сравнительный анализ речей немецкого фюрера после захвата Австрии и российского президента после аннексии Крыма? «Как же так?» – вопрошали обыватели. Еще пару месяцев назад они не стали бы и слушать рассказы, например, о так называемой Гляйвицкой провокации, операции консервы, проведенной СС в городе Гляйвиц и послужившей одним из поводов к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, которая в свою очередь стала началом Второй мировой войны. Даже в том случае, если бы вы рассказали эту историю в сравнении с тем, что происходило в августе 2008 года между Россией и Грузией. Хотя Грузия для большинства украинцев и ближе к Германии, но все-таки это происходило не с ними. Некоторые вплоть до 24 февраля 2022 года считали, что речь просто идет о каких-то совпадениях. Но еще раз, для множества людей повторение старых историй на новый лад стал очевидным еще 9 лет назад. Потому тогда я писал, что события в Одессе – современный вариант операции консервы. Нет, не будучи стратегом-спецслужбистом, я не мог утверждать, что события того дня сплошь игра по зловещему сценарию, а не хаотическое, трагическое стечение обстоятельств. Но, черт возьми, как удачно для неведомых демиургов получилось. Как символично, однако. Конечно, террористы и сепаратисты сознательно копировали майданную технологию, захвата административных зданий и объявление себя самообороны. Но как еще за месяц до произошедшего в спокойной Одессе можно было рассчитать поджог именно Дома профсоюзов, по аналогии с киевским, если штурмовать его, как оказалось, некому и незачем. Как бы то ни было, но в результате у противников единства Украины есть убойный аргумент. Украинская хатынь, как сходу окрестили произошедшие российские рупоры. Кстати, до сих пор, время от времени, приходится слышать это словосочетание. А уж тут извините, где хатынь, там должен быть и Сталинград, и Берлин. Благо, у потенциальных типа освободителей, с самого начала правления Путина, и красный флаг в качестве знамени победы, и гимн на музыку Александрова. Новый генералиссимус к власти и пришел-то, объявив маленькую победоносную войну чеченским повстанцам. Ну, во-первых, это было давно, а во-вторых, ну как же можно сравнивать для сознания россиян каких-то чурок и относительно недавно еще таких милых хохлов. О действительных причинах того, почему Кремлю было важно сорвать президентские выборы в Украине, о механизмах и методах осуществления этой задачи, подавляющему большинству россиян знать было неинтересно. Им позволили не скрывать свое желание крови, вернее, отомстить за новую хатынь. И прежние обиды, о которых так красноречиво, разводя ручками с картинками, долго рассказывал Йозеф Гебе, простите, Дмитрий Киселев. А тут еще и май, и солнце. Трудовые коллективы впервые с 91-го года шествовали по Красной площади. Но последний месяц весны – это не только мир труд, но это главное – победа 9 мая. И признанный оратор вещал 1 мая со сцены. Цитата. Сегодня Россия – мощнейшее государство. Нам нет равных по военной мощи. В любое время в Украине могут произойти события, очень неприятные. Или попытка военного переворота, что чревато огромными жертвами. Или же наши братья с юго-востока Украины будут продолжать устанавливать свою власть. А киевская хунта попытается их уничтожить. Каждый день там, ну, дальше следовало перечисление ужасов, якобы происходящих в Украине. То есть альтернатив для русских патриотов оставалось немного. Либо будете ждать большой крови наших братьев, либо поможем им. Как? Сейчас этот вопрос уже кажется риторическим. Напомню, это тот самый Жириновский, который 30 января заявлял, что Янукович, цитата, «покажет жару, когда закончится Олимпиада». Вы еще узнаете, что такое Янукович. Сейчас он заболел на всякий случай, а потом раздастся голос. Патронов не жалеть. И мы дадим патроны. Конец цитаты. Вроде на тот момент смешно, но истерический старичок. С ним это часто бывает. Олимпиада закончилась 23 февраля. Массовый отстрел майдановцев начался 18-го. То ли мы опередили поставку патронов Януковичу, то ли силовое подавление протеста пришлось ускорить. Однако согласитесь, что даже после первых жертв на Грушевского предположить такое развитие событий никто не мог. А вот же вы еще узнаете, что такое Янукович. Мы дадим патроны. Уже 14 марта 2014 года лидер ЛДПР говорит о необходимости вернуть Януковича по месту работы, выгнав все антипрезидентские силы и обеспечить ему охрану, чтобы больше никто не посмел ему препятствовать. Мы настолько привыкли считать узника Ростова лишь персонажем фотожап «Я жив», что и тот пассаж нам мог казаться фантастикой. И вот теперь это Первомайская «Либо-либо», сразу за которым была Одесса. Напомним, что роль у Владимира Вольфовича именно такая, вбрасывать в сознание людей необходимы Кремлю тезисы. Намеренно провокативной, а то и смешной, на первый взгляд, форме. А имидж клоуна за ним закрепился так давно, что никто уже не придавал значения сказанному. Тем более, что и одет. Он был в тот раз как паяц. Оранжевый пиджак, алая бабочка, белая сорочка, крупную крапинку. И вещал он на партийном митинге. Но государственный канал «Россия-24» почему-то счел необходимым транслировать эту речь столько, сколько она длилась, аж 40 минут, без перебивки на рекламу. Отчего бы такая щедрость? И, кстати, как мы помним, спустя 8 лет Кремль таки попытался вернуть в Киев марионеточное правительство Януковича. Относительная легкость, которой Крым был взят, создала иллюзию. Прогулка по Украине будет почти безопасной. Надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России. С легкой прогулкой по Украине у агрессора, как известно, случился облом. Но время не повернешься в пять. Да и кремлевский хозяин совсем не молод. Время ему думать о вечности и о том, как останется в истории. Но как уже мертвому Жириновскому рупоры продолжали на своих страницах жизнь, так и Путин умирать не торопится. Ни физически, ни политически. Пока преемник Жириновского на посту главы ЛДПР кричит нацистский слоган про одну страну, один народ, одного лидера, и фюрер не стремится прекращать большую войну. Но, очевидно, что Путин стремится забрать с собой всех живых. А? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! И потому русский рейх должен быть разрушен. Дружно. Продолжение следует...